до после как вам моя постель как вы может быть помните у меня до этого было всегда цветное такое постельное я в принципе люблю какие-то цветные постельные комплекты но у меня раньше вот когда мы жили в украине у меня было два комплекта вот таких вот обычных белых и я добавляла какие-то цветные подушки а как здесь я уже говорила мы особо ничего такого много не покупаем потому что мало ли какие-то предстоят переезды туда-сюда и просто не хочется это хламляться чтобы потом это все перевозить в 10 ходок либо машину огромную вызывать но все равно я решила взять такой вот комплект светлого белья ну просто вот оно мне нравится ну может быть кому-то покажется каким-то больничным обычным да но мне нравится вот она когда его стираешь она вот действительно передает вот эту вот свежесть белья вот этот запах порошка и просто я не знаю это неописуемые какие-то ощущения это может быть не совсем практичный вариант особенно то когда я снимаю видео сижу до либо я люблю очень валяться на кровати монтировать видео но у меня есть накинуть сверху клет и лечь на него и в принципе таким способом я наверное буду и спасаться ну посмотрим там как пойдет может быть действительно как-то износится этот вариант в плане непрактичности и я наверное опять перейду к цветным постельным я недавно опять болел живот в общем мой гастрит дала себе знать но в силу того что я жрала все все что мне вздумалось причем в таких количествах что из-за этого не только живот мог заболеть ну еще что-нибудь появится помимо моего гастрита который мне и так есть я решила опять переходить на здоровое питание ну такое более менее в общем такое все пареная вареная как бы обжаренная но больше не обжаренная остушенная наверно вот сейчас я себе хочу на обед сделать куриную ножку я ее просто сейчас вот эти вот все три штучки я их порежу на две части потому что я не люблю такую вот большую жарить ее неудобно она очень долго будет прожариваться а если поделить их еще так прорезать местами она быстрее прожаривается в общем сейчас я их буду половинить и не знаю может один кусочек какой-то поджарю может 2 вот собственно как это выглядит вот так вот рисок курочка тут сыра немножко со вчерашнего дня осталось и зелень всем тоже желаю приятного аппетита если вы тоже завтракаете ужинаете либо обедаете либо просто перекусывать пьете чай неважно отгадайте куда я могу держать путь перед новым годом кстати посмотрите сколько тут срубленных елок в общем мне кажется это рубили верхушки елок чтобы сделать одну большую у нас на площади я так подозреваю их ее же делают из разных маленьких вот ну в общем я иду фикс прайс как вы наверно уже догадались в общем не елки у нас нифига нету вот решила господи пройтись посмотреть чего-нибудь интересненько может даже елка не знаю посмотрим потому что в прошлом году я решила без елки вот нибудь обойдемся даже без этой с фикс прайса ну не знаю как то они там корябые какие-то все были мне не понравились вот еще одна куча тут везде по маленьким кучкам по чуть-чуть этих веток все-таки да я подозреваю это для одной большой елки все было сделано в общем да иду опять через лес через парк вернее потому что так короче если бы я пошла по тротуаром по дорогам каким-то по пешеходам это бы заняло намного больше времени со всеми светофорами со всем остальным а так через парк намного быстрее и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошла я в фикс прайс все-таки и купила елку, купила дождик такой вот мелкий, но это оказался не дождик, сейчас покажу, что это. В общем, купила вот такие вот птички красного цвета на елку, потом купила вот такого вот оленя из ткани, он с такими вот... с бубенчиками, но я думаю, наверное, бубенчики эти убрать, чтобы они не звенели постоянно. И вот такую вот золотистого цвета елку, тоже с бубенчиками, и вот такого вот Деда Мороза. Да, и взяла вот этот вот дождик, он такой вот мелкий-мелкий идет, тонкий, но я думала, это дождик, а это оказался не дождик, а вот такие вот штуки. Но все равно, в принципе, я украшу ими елку, я уже даже знаю, как. Не хотела просто брать какой-то такой огромный пушистый дождик. В общем, сейчас буду собирать, украшать елку и покажу, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Чаек с вкусняшкой, возле елочки. Вообще прям радует-радует. Да, я на фоне такого беленького постельного белья. Да, оно крутое, конечно, мы ночь первую, когда на нем спали, вообще спали как два младенца. Это было, конечно, круто. Я люблю вот именно свежесть вот белья вот эту. Ой, для меня это вообще просто круть-крутяцкая. Но на самом деле это не очень практично. В общем, как вы видите, я вот стилю плед, чтобы... Что это у меня? Это уличные вещи, да, я в них нахожусь в общественных местах. Я не хочу просто своей жопой затирать как бы постельное белье белое, потому что оно, соответственно, станет уже не белым. Утро выходного дня, но оно началось очень рано, потому что мне нужно было ехать в ФМС по делам, как обычно. И, в общем, я вернулась уже домой. Как обычно, купила хурму. Без нее я не могу. Тем более, что сейчас цены на них понизились так немножко. Это очень даже приятно. У нас на улице такая холодина. Это просто что-то с чем-то. Утром я выходила, кстати, было нормально. Сейчас, я так поняла, ветер, наверное, поднялся. Жутко холодно. Ну, в моей, по крайней мере, куртке, которой я хожу. Ну, не куртка, парка. В ней прохладно. В общем, как бы я немножко подмерзла. И уже думаю о том, что, наверное, стоит зимний пуховик доставать. Еще на градуснике я посмотрела. Сегодня написано минус один. Но, по ощущениям, минус восемь. Я, конечно, это вообще как-то... Ой, солнышко вышло. Капец! Как красиво, видите? Я прям просто слепну. Так как у нас солнце теперь редкость. Вообще, у меня по плану сейчас съемка видео и в течение дня монтаж видео. У меня немножко такой бардак в комнате. Все как обычно. Куча, да, того, что я хочу вам снять, рассказать. Куча вещей, которые мне нужно просто убрать. Которые осенние. Какая-то обувь. Просто вещи какие-то. В общем, тоже кучу всего нужно привести в порядок. Перестирать, перемыть. В общем, дел куча. А всего лишь два выходных. И вчерашний первый выходной свой я просто провела. Нет, я снимала видео даже. Так что я не просто его провела. Не просто лежала на кровати и ничего не делала. Да, еще вчера кушать готовила. Это тоже такое дело как бы нужное. Но честно, бывают моменты, когда просто хочется отдохнуть. И чтобы тебя никто не трогал. Просто бывает иногда так задалбывает все. Особенно, когда слышишь в очередной раз, когда тебя кто-то о чем-то просит. Ты уже думаешь, боже, ну отвалите от меня. Ну задолбали уже все. Идите, делайте все сами. Недавно обнаружила, что мой канал смотрят мужчины. Обращаюсь к мужчинам. Я вообще, конечно, все понимаю. Но на меня не доходит вообще, что вам интересно в моих видео. Может быть, есть какие-нибудь смельчаки, которые просто напишут в комментариях, что интересно. Я не какой-то там эксперт в каких-то областях. Мне кажется, вообще не могут быть интересны мои видео кому-то. Я не знаю, чем привлекаю я мужчин. Не в плане того, чего многие подумали, а в плане моего канала. Чем мой канал может привлекать мужчин. И не знаю, смотрит меня этот парень, который недавно мне написал ВКонтакте. Буду дословно говорить, что он писал. Но потом в конце он просто написал мне, что я смотрю твои видео. И как бы у тебя прикольные видео и все такое. Честно, я вообще подумала, что это Степ какой-то. Поэтому не знаю, скажите мне, мужчины, правду, что вам не нравится мой канал, что вам не нравится то, что я говорю, что я вообще там тп. Все как обычно. Как обычно мужики пишут в комментариях. У нас такая темень на улице. А я иду на работу. На самом деле уже 8 часов утра, но еще тегно на улице. Я в центре города. У нас на моем елочке стоит. Сегодня суббота. На улице вообще людей нет, машин нет. Пусть так свободно.